Ну, я очень классная девочка. А ты посылала учителя куда подальше? Нет, я хорошая. Мам, у меня появился парень, мы поцеловались. Только не беремене, да? И это тоже. Как мило. Инстасамку там слушают, я где-то подпела, где-то потанцевала с ними. Хорошая рука. Хотя ты выходишь потом после школы, и такой, а что, а как это делать? Так, может, ну его нафиг, эту педагогику? Наша новая героиня – Валерия Весенева. Валерия не хочет оставаться в МИАСе, но хочет стать педагогом. И, возможно, жить за границей. Вопросы будет задавать Мария Дезорцева, начальник отдела по работе с молодежью управления МИАСского образования. Чай или кофе? Кофе. Кошка или собака? Кошка. Пастернак или Мандельштам? Достоевский. Что такое молодость? Это когда все можно. Есть ли что-то, чтобы ты хотела исправить в своем подростковом периоде? Много чего. Есть ли что-то, за что тебе стыдно перед родителями? Есть. Совет ребятам, которым сейчас от 14 до 20 лет. Больше учитесь узнавать новое. Не деградируйте и не проскортинируйте. И слушайтесь родителей, но не во всем. Тебе молодость все простила? Я ничего молодости не простила. Все, пишем. Ну что, Лер, привет еще раз. Вот о тебе знаю только тот факт, что ты ученица 10 класса в 44 школе. Да, это я. И в этом году туда перешла. Хотелось бы познакомиться с тобой поближе. Расскажи что-нибудь о себе интересное. Что бы ты хотела, чтобы я знала? Ну, я очень классная девочка. Я увлекаюсь аниме. Выступаю на аниме-фестивалях во дворце. Чаще всего я участвую в дефиле или косплей-конкурсах. Также я смотрю стримы по разным играм. Я увлекаюсь компьютерными играми, мобильными играми. И очень странно, но я хочу стать педагогом. В начальных классах, наверное, скорее всего. Пока что я об этом не задумывалась. Но думаю, что в начальных классах. Много ли можно найти в нашем городе ребят, у которых схожие увлечения? У вас же есть, наверное, какие-то там сообщества, сходки, чаты какие-то общие. Много вообще ребят увлекаются аниме-культурой у нас в городе? Я вообще интроверт. Но если посмотреть на количество, которые приходят на аниме-фестивали у нас в городе, то анимешников достаточно много в нашем городе. Какие-то чаты есть. Дети, ребята создают кей-поп-группы, пародируют айдолов всяких. Показывают очень крутые танцы. А вот ты перешла в этом году в новую школу, в новый класс. Сможешь сказать, почему ты перешла в другую школу? Я перешла из достаточно такой сложной школы. Я ее озвучивать не буду. Там у меня были проблемы с учителями. Но не сказать, что прям проблемы. Меня отравили там. Нет. Просто мне не нравилось, как педагоги преподносят мне информацию, как они относятся ко мне вообще в целом. Я из сложного класса, потому что в моем классе было 20 мальчиков, и я одна девочка. Как бы, да. В чем конкретно был сложен этот класс? Приведи какие-нибудь примеры. Тем, что мальчики, они в основном как-то не придавали значения учебе, наверное. И учителя как бы из-за этого относились к нашему классу достаточно плохо. Я была таким лучиком света в этом классе, можно так сказать. Ну, а что тогда тебя побудило уйти? Наоборот же, ты должна была себя чувствовать просто прекрасно на контрасте с остальными. Какие могут быть тогда конфликты с учителями и недопониманиями? Ну, возможно, они как бы копили всю злость. С моих одноклассников копили-копили, потому что у меня были одноклассники такие, которые могли послать учителей куда подальше. Вот, они были, ну, достаточно жестокими, я думаю. А ты посылала учителя куда подальше? Нет, я хорошая. А в голове? Мам, если ты это смотришь... Я хорошая. Нет, я даже в голове не обижалась на учителей. Там бывало, конечно, были какие-то обиды, возможно. Но я их долго у себя в голове не держала. А смысл просто. Ну, а вообще у тебя какие отношения с родителями? Кто в твоей семье и какие у вас отношения? Можешь рассказать? Ну, у меня есть мама и отчим. Но с отчимом я не особо контактирую. У нас такие нормальные отношения, я бы сказала. Ну, в основном он не лезет в мое воспитание. Моим воспитанием занимается моя мама. И у нас достаточно доверительные отношения, дружеские. У брата или сестра есть? Сестра младшая есть. На сколько младше? На 5 лет у нас разница. 5 лет, то есть ей где-то сейчас 12, да? 11. Какие у вас отношения с сестрой? Говорят просто, что этот возраст сейчас такой очень неприятный, что тебе хочется побыть одной, да, чтобы она тебя лишний раз не дергала. А у нее сейчас, наоборот, возраст, когда она хочет за тобой все повторять. И она, наверное, возможно, может к тебе лезет там из разряда, да, и поносить шмотки, да, и накрасить глаза и так далее. Есть такое? Она не спрашивает, дай. Она просто берет и делает. Ну да, у нас такой есть, конечно. И иногда я реально нуждаюсь в личном пространстве, но как бы я понимаю, что ей тоже нужно уделять внимание какое-то, и ей нужна поддержка, наверное, потому что мы растем без папы, можно сказать. Она потеряла его в года 3, наверное, я в лет 8. Нам было очень сложно морально, и как бы да, сейчас она уже нуждается в отцовском внимании таком. Но это она получает, наверное, от отчима, но все же я понимаю, что ее надо поддерживать, рядом держать с собой, заботиться. А ваш родной папа погиб, да? Да. А скажи, пожалуйста, помнишь ли ты такой момент, когда вот, ну, может быть, это и как-то может быть связано с гибелью отца, может быть, как-то было это в других условиях, а именно конкретный такой момент, когда ты действительно поняла, что вы с сестрой очень близкие и роднее, чем вот мама и сестра, а у вас вот ближе никого нет? Что это было за история? Да, был такой момент. Папа умер, мы остались одни. В этот момент у нас было отчим, как бы нам было не особо страшно, то, что нам будет сложно финансово как-то. Но мы сблизились, потому что мы поняли, что в любой момент мы можем потерять друг друга. Мы же не знаем, что будет завтра, допустим. Может, я вообще выйду, меня в машину собьет на улице. Поэтому мы держимся близко, пытаемся доверять друг другу, заботиться. Ну, а сейчас у тебя с мамой какие отношения? У нас нормальные отношения, такие средние, нормальные, я не знаю, как это сказать. Мы такие и подружки, но одновременно есть определенные рамки, за которые я не захожу. Она и подружка, но и мама, об этом не стоит забывать, я там не могу ей рассказать. Мам, у меня появился парень, мы поцеловались, вот этого. Не могу рассказать, вот. А чем-то таким, в учебе, в своих достижениях я могу с ней поделиться. Она меня всегда поддерживает, в любых случаях. И всегда защищает. У нас было очень много конфликтов в школе с моими одноклассниками. Она всегда была на моей стороне. Не сомневалась, как бы в моей правоте, я всегда ходила в школу и разбиралась за меня. А вот ты сейчас привела пример разговоров о том, что ты маме не говоришь о том, что у тебя появился парень. У тебя есть парень? У меня есть парень. Как давно вы встречаетесь? Можешь рассказать? Мы встречаемся около 8 месяцев, наверное. Познакомились мы в интернете, он живет в другом городе, он живет в Новосибирске, а я вот тут, в МИАСе. И когда мы познакомились, была такая неловкая ситуация, когда он спросил, где я живу, я отвечаю, МИАС. И я отвечаю это в письменной форме, а потом он мне отправляет голосовое сообщение, как зачитывает это название. Он говорит, МИАС, это типа где-то в Италии. И как бы вот смешно получилось. Но сейчас у нас хорошие отношения, он ко мне приезжает из Новосибирска, мы видимся. Как часто? Каждый выходной? Нет, к сожалению. Приезжал всего два раза, это летом и в ноябре. В летом он уже собирается приезжать сюда полноценный МИАС. Как МИАС. А потом, ну, у нас дальнейшие планы есть, после окончания 11 класса моего. А ему сколько лет? Только не говори, что 50. Нет, не 50, ему 21. То есть, а мама не знает, что у тебя есть парень? Нет, она знает. Пришлось знать. И что мама говорит тебе по этому поводу? Ну, сначала она отнеслась к этому как-то отрицательно. Только не беременеет, да? И это тоже. Но потом она как-то познакомилась с ним и поняла, что он реально хороший человек, что я буду с ним счастлива, наверное, что я в защите такой. И он меня не обидит. Если обидит, то мама. Получит, да? Да. А ты куда хочешь уехать из города? Вообще... В какой город? Не в город. Из страны хочешь уехать? Да, вообще в целом. Куда и почему? Ну, наверное, не знаю, я еще не определилась. Слишком много вариантов. Это либо Германия, либо Чехия. Но я понимаю, что мне нужно будет выучить английский язык, это точно. Поэтому, если у меня все-таки получится с изучением английского, то, скорее всего, я уеду учиться либо в Чехию, либо в Германию. Потому что там преобладают такие гуманитарные специальности. Ну, а у тебя сейчас какой уровень английского? Ну? Ну, ты работаешь над этим? Ну, нет. Потому что если в Германии, тогда надо немецкий учить. Да, наверное. Ну, я думаю, что основа – это английский все-таки. Потому что он везде. Даже в Германии, я думаю. Ну, то есть ты хочешь прям поступить, учиться куда-то в другую страну? Да. Ну, если не получится, то, конечно, я рассчитываю на Новосибирск. Хотя маленькая вероятность того, что я туда попаду. Почему ли Чехия или Германия? Почему эти две страны? У тебя там родственники какие-то или друзья есть, может быть? У моего молодого человека есть родственники. Поэтому я как бы имею возможность туда попасть. А на кого ты собиралась учиться? На педагога. Педагога, да? Да. Почему такой интересный выбор? Ну, потому что мне нравится. У тебя кто-то в школе работал из родственников? Нет, никого. Ну, а почему тогда ты такое вот решила? Ну, мне просто работать с людьми, в принципе, нравится. С детьми в частности. А ты пробовала работать с детьми, ну, так скажем, не родными, не родственников? Может, ты в лагере в каком-нибудь работала? Пришкольном, не пришкольном? Мы в школе, недавно у нас в школе номер 44 проходил день учителя, где мы, старшеклассники, заменяли учителей. И вот, собственно, там я убедилась, что мне нравится работать с абсолютно любыми детьми. Какие ты уроки вела? В каких классах? В пятых и четвертых классах. Вот. А потом у кого-то нашли ковид и нас всех отправили домой. Мы так и не доучили детей, можно сказать. Ну, хотя бы попробовали, да? Да. И как у тебя получилось? Ну, я думаю, что да. А что, ты думаешь, у тебя лучше получилось? Держать дисциплину или рассказать урок? И то, и то. И то, и то? Да. И какие ты использовала приемы, чтобы держать дисциплину? Ну, я... Что-то специально приходилось делать или просто ты пришла, такая вся прекрасная, и они сидели и молчали весь урок? Ну, конечно, дети, они такие активные, особенно в пятом, четвертом классе, но они такие на своей волне смышленые дети, и как бы... Я просто пыталась улиться в их коллектив, чтобы они поняли, что я тоже на их волне. Они там слушают. Снимали тик-токи? Да. Инстасамку там слушают, я где-то подпела, где-то потанцевала с ними. Хороший урок. Но потом такая, все, ребят, тихо, давайте доведем урок до конца, а потом уже там пофоткаемся с ними на тик-токи, там потанцуем. И вот, да. И как-то они поняли, что я, наверное, не враг, а больше друг, и начали мне слушаться. Ну, ты попыталась пробить несколько между вами субординацию, но ты же понимаешь, что когда ты придешь в школу в роли настоящего учителя, тебе будет уже не положено снимать на уроках тик-токи? И надо будет более соблюдать субординацию, чем вот это было. Ну, это, конечно, да. Но я доверяю. Это одно из условий, но как бы бизнес тоже на нем... Ну, я понимаю, что будут какие-то рамки между общением с моими учениками и мной, но я хорошая, поэтому они должны меня слушаться, я думаю. Ну, вот есть злюки учителя, вот их не слушают, а вот которые хорошие, их слушают, я так думаю. А есть ли у тебя какие-нибудь ситуации в жизни, о которых ты жалеешь, что ты их совершил? Ну, да, есть, наверное. Я из кадетского класса, вот. И как бы я вроде как и хотела, но вроде как и не хотела, но все-таки пошла и пожалела об этом как бы. Я одной девочке в моем окружении, мне сейчас довольно сложно дается общение с девочками, потому что, ну, в моем классе были только мальчики, и как бы я научилась только контактировать как-то с мальчиками больше. И сейчас на мне это отложилось как-то, и я теперь как-то больше контактирую с мальчиками. Мне как-то это ближе, чем девочки. А желание уехать вот из города, из России, оно еще чем мотивировано? Кроме того, что, ну, просто есть такая возможность. Ну, я хочу прежде всего стать педагогом, и я думаю, что в России это как-то не в приоритете быть педагогом. У них маленькая зарплата, и как бы, ну, это такой важный факт зарплаты. Мне же жить на нее тоже, вот. Мне не устраивает отношение к учителям в России просто. А почему нет желания вернуться сюда, в МИАС? Здесь в данный момент очень большая нехватка в педагогических кадрах. Ну, у них маленькая зарплата, опять же. Ну, или заниматься, может быть, репетиторством, может быть, действительно в частной какие-то клубы быть, в доп. образовании-то. Ну, я в принципе не хочу быть. Тебе не устраивает город? Да. А что конкретно тебе в городе не устраивает? Ну, тут, наверное, мало развлечений. Каких? Какие тебе нужны развлечения, какие тебе интересны? Ну, тут много всего не хватает подросткам, в принципе. Ну, взрослой-то жизнь я сюда, конечно, могу переехать. Я даже планирую, возможно, тут жить. Ну, это когда я там буду, мне будет лет 30-40. Когда я буду при деньгах, я сюда перееду, наверное. А вот, ну, в подростковом возрасте, а что мне тут делать? Тут только слон, и что там? Там все подростки нашего города, мне кажется, в слоне. Вот это Бурген Кинг у нас есть только, Сабвей, в который уже никто не ходит. В Пикино. Ну, а тебе чего хочется? Конкретно, ты можешь сказать, чего тебе не хватает? Мне, например, не хватает культуры в нашем городе. Мне не хватает театра, мне не хватает музея какого-нибудь, кроме краеведческого и заповедника, где я была, там уже 100-500 миллионов раз. Ну, вот даже таких вот культурных заведений тоже, галерей каких-то, возможно. Я потому что люблю рисовать, люблю смотреть чужие работы, картины, возможно, какую-то идею себе брать. Вот, галерей у нас вообще как будто нет. У нас приезжают выставки во дворец, ну, как бы, они такие, которые не интересуют меня вообще. Наверное, фудкортов побольше. Покушать. Вот у нас покушать, наверное, это только лэйзи кофе и брать сайт. Вот, у них вкусно, они вкусно готовят, они крутые, там ребята на кассе стоят. Вообще, люди приятные там работают, вот в слоге там борщатся злые, выгоняют ребят, бывает. Бывает, просто стоишь, а да, подойдет к тебе, ну, ты что тут стоишь, уйди отсюда, ты мешаешься. А ты как бы просто можешь ждать кого-то или просто в очереди стоишь. Ну, мне не нравятся отношения людей вообще, в принципе. Ну, давай про стрим. Ну, для начала, я думаю, что стрим — это такая трансляция, в которой можно следить за реакциями человека, за тем, что он делает. Потому что он может включить демонстрацию экрана, показывать, как он играет, как он смотрит какие-то видео и реагирует на них. А могут просто вести трансляцию, где они просто дурачатся, возможно, хайпятся, какие-то конфликты, возможно, разрешают на этих трансляциях. А где-то, возможно, транслируют свои звонки со своими друзьями. Вот. Ну, я не стримлю сама, если что. Да ладно. Я пока что проспись надписью. Свети Гюроу 666. Нет? Ты угадала. Ну, это мое темное прошлое, не будем об этом. Сейчас как бы такого нету. Но я в дальнейшем планирую как-то, возможно, постримить. Сейчас я ищу педагогу по бокалу, чтобы там на своих трансляциях, может быть, петь какие-то песенки, а может быть, даже играть. Но пока что я только учусь играть. Я бы не сказала, что я там профессионал, киберспортсмен. А стримы какие смотришь? Чьи? Каких-то, может, конкретных блогеров? Сейчас актуальнее среди подростков это Ник Глай. Возможно, многие видели это в ТикТоке. Диппинс какой-нибудь, Ваня. Или Жожу, которого зовут Сережа. Там они не играют, ничего не делают. Практически ничего не делают. Что, они комментируют, может быть, другие игры? Они просто издеваются друг над другом. И людям это почему-то нравится. Но мне не нравится. А как ты думаешь, почему это людям нравится смотреть? Были же даже такие стримы, я думаю, что ты наверняка слышала, где там парень девушку чуть ли не убил во время стрима и так далее. В ТикТоке постоянно вот эти вот трансляции, где подарьте розочку, ударив свою девушку один раз. То есть это такая довольно-таки обширная история? Да. Просто я знаю единичный случай, который, так сказать, в новостную повестку вошел. А если вот в это погружаться, то есть это довольно частое явление? Да. Тут есть и светлая сторона, но и темная, конечно же, тоже есть. А как ты думаешь, почему людям нравится такое смотреть? Почему они, условно говоря, дарят эти розочки? Это же ведь деньги стоят. Тратят свое время, чтобы посмотреть на вот такое насилие. Ну, любого характера. Даже ты говоришь, что они в шутку дурачатся, но тем не менее они там... Ну, возможно, им просто не хватает этого в жизни. Я вот так вот думаю. Ну, а как иначе? Как можно смотреть, следить за страданиями людей, за оскорблением людей. Я не знаю, я не такой человек. Я очень мягкий человек. Я не могу... Вот меня обзовут в шутку, я этого не истерплю. Я как бы отношусь к этому очень серьезно. Вот. Я могу даже заплакать. Как бы... Вот. Как бы я не понимаю таких людей. Я смотрю просто чисто за реакциями людей. За играми какими-то. Как играют люди, как смотрят какие-то видео смешные с котиками. Или как на разборке в магазинах какие-нибудь с просрочкой какие-то проблемы. Вот. Вот это я люблю. А твоя мама как относится к тому, что ты играешь в игр? Ну... Ну, моя мама старая, закалки такой человек. Она не понимает смысл вообще в играх. Она не верит в то, что можно зарабатывать с помощью них. А ты зарабатываешь с помощью игр? Я не зарабатываю с помощью их. Но... Ну, какой ты тогда видишь в них смысл? Ты кажешь, мама не понимает смысл, поэтому она отрицательно относится. А ты же положительно относится, значит, ты понимаешь в них смысл. Вот так. Потому что я понимаю, что реально можно зарабатывать на этом. Просто сидишь дома и играешь. Стримишь игру. Зарабатываешь просмотры. Возможно, конфликтуешь с каким-то другим соперником из другой команды. И у тебя еще больше просмотров капает с этого. И, соответственно, еще больше денег. И мне это нравится просто. Так может, ну его нафиг эту педагогику? Нет, ну с детьми мне тоже нравится работать. Мне же как-то надо заработать на аппаратуру, на технику себе. А, то есть ты потом с детей начнешь, потом раскрутишься. Ну, возможно. Ну, то есть у тебя явная тяга именно и к стримерству, и к вот этому виртуальному миру компьютерному, да, игровому, и к детям, и к педагогике. Ты еще как будто бы не знаешь, что выбрать, или прям ты точно уже решила? Нет, я прям точно решила, что я буду педагогом-стримером. А, ну может быть, у тебя, конечно, потом и ты станешь первым педагогом, который разработал какие-то методические пособия о том, как совместить стримерство и уроки. Ну, или вообще мы сейчас полностью, если уйдем в цифровое образование, тебе даже будет круче и легче вести уроки там по интернету. И опять же контакт с ребятами, мне кажется, они будут считать меня другом каким-то, возможно, вот, спрашивать у меня что-то, и, возможно, уважать меня за что-то. Меня будет за что уважать, я думаю. Рассуждая, продолжая разговор о твоем будущем, какой ты представляешь свою жизнь лет через семь, примерно? Мы уже поняли, что тебя все будут уважать. Что еще? А, не знаю, я думаю, я продвинусь как-то в интернете, стану известной, возможно. У меня будет много денег. А где ты будешь жить? Я буду жить за границей, однозначно. Я не собираюсь жить, наверное, тут. Если тут что-нибудь не поменяется в хорошую сторону. А что должно поменяться в хорошую сторону? Не знаю, вот у меня... Получается, я буду педагогом. А мне сама система образования в России не нравится. А чем не нравится? Ну, тут не учат элементарным вещам. Например, как платить коммуналку. Я не знаю, договора, вот эти вот... Договоры. Договоры. Заполнять. Вот почему этому не учат в школе, я вот не понимаю. Хотя ты выходишь вот потом после школы. И такой, а что? А как это делать? Я вот логарифмы умею считать. Вот могу в договоре логарифм посчитать. А дальше я ничего не умею. Я думаю, что вот этого вот все-таки не хватает. Ну, мне, в принципе, уровень жизни в России не нравится. Пенсионерам мало пенсию дают. Ну вот, мне кажется, это стрёмно как-то. Вот в Америке уважают пенсионеров. Там, конечно, люди всю жизнь учатся, но в конце жизни они получают большую пенсию, на которую они могут себе позволить путешествовать. Они могут путешествовать, развлекаться как-то. А вот, ну, допустим, взять мою прабабушку. У неё пенсия 10 тысяч. Как можно прожить на 10 тысяч в месяц? Я не знаю. Ещё что мне нравится? Да и всё, наверное. Просто сам уровень жизни. Уровень жизни в смысле именно денежный? И денежный тоже. И людей, в принципе, я не знаю. А где ты считаешь уровень жизни выше? Америка. И финальный вопрос у нас. Как ты считаешь, молодость всё прощает или нет? Мне кажется, молодость прощает всё. Почему? Ну, потому что это только начало жизни, мне кажется. Это только наше начало. Вы только начинайте. И делать ошибки — это естественно в нашем возрасте, это нормально. И никто не вправе их осуждать, я думаю. Вот так вот. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...